В этом ролике мне захотелось затроллить своих друзей на Бедварсе, и для этого я мог просто скачать читы. Но знаете что? Я решил пойти дальше, и я создал свой собственный приватный чит для Бедварса! Да, друзья, с помощью моей приватной команды я могу устроить незабываемый троллинг всем своим друзьям. Но как они на это отреагируют? Смотрите до конца, чтобы узнать. Кстати, если вы еще не присоединились к нашей семье, то скорее нажимайте на красную кнопочку подписаться и на колокольчик. 20 тысяч лайков под этим роликом, и я придумываю новую идею для троллинга. Ну а пока что, приятного просмотра! Итак, дорогие друзья, посмотрите, где мы находимся. Да, мы находимся на Бедварсе, но какая великолепная погода. Эх, солнце светит, птички там, наверное, поют где-то. Игроки наши, наверное, планируют сегодня затащить. Но, знаете, планировать, конечно, это хорошо, но сегодня я решил установить приватный чит на сервер. Да, именно, в прямом смысле, я установил свой собственный приватный чит, на разработку которого ушла целая неделя. Я вам сейчас его покажу, но если что, ребята, никому не рассказывайте, ладно, это будет между нами. Короче, я быстренько добываю ресурсики, покупаю себе первоначальные предметы для застройки своей кровати, и мы отправляемся на центр, чтобы я вам продемонстрировал данные читиксы. А, если что, ребята, пожалуйста, не называйте меня читером в комментариях, потому что, ну, че-то между нами. Все, никому не говорите, никто об этом не узнает. Никто не пострадает, только 7 человек, которые находятся в этой игре. О, там кто-то уже умирает. Александр уже упал с высоты и умер, ну хорошо, хорошо. Давайте посмотрим, кто наши соседи. Наш сосед синенький, и это Джиммис, а также с той стороны у нас как раз-таки Александр. Ладно, пока что я не буду никого из них убивать, дам им, так сказать, немножко форы, чтобы они пожили некоторое время. Потому что пока что в моем приоритете пойти на центр и показать вам, что я там такого интересного подготовил. Чтобы добавить некоторые краски в эту игру, я решил добавить на центр лавовое озеро. Причем это лавовое озеро, но кажется, как будто бы так и надо. Просто лавовое озеро, в котором можно поплавать и желательно скинуть врага и в нем его убить, да? Вот, например, желтый бегает, который, скорее всего, захочет меня скинуть в это лавовое озеро. Но что, если я вам скажу то, что у меня имеется чит, который может сломать абсолютно все ваше представление о Майнкрафте? Прямо сейчас, друзья, я вам представляю мою собственную команду Тумка Хак. Да, если я прописываю эту команду, я нажимаю Enter, и у меня открывается менюшка с моими собственными читами. Итак, в первую очередь, давайте проведем вам экскурсию по моим собственным читам. Итак, в первую очередь тут читы для сражения. В данном чите для сражения имеется защита от огня и сопротивление. Давайте используем защиту от огня. У меня появляются огненные партиклы, которые максимально защищают меня от огня. У меня накладываются эффекты огнестойкости на 55 секунд. И теперь, внимание, я могу поплавать в джакузи и насладиться им по полной. Да, я могу плавать в этом огне, и главное, чтобы меня никто не спалил, потому что сразу же поймут, что что-то здесь не так. Поэтому я немного спрячусь, чтобы никто не видел то, что я горю и не умираю, а то сразу поймут, что что-то здесь не так. В частности, тут желтый, который... О май гад, он меня спалил, окей, он меня спалил, он бегает прямо около этой лавы. Он только что в неё упал, серьёзно? Он только что в неё упал? Окей, братишка, ты хорош, ты просто хорош. Ты горишь как огонь, как говорится. Ну что же, давайте быстренько с вами откроем наши читы. Используем наш чит для сопротивления от лавы. И подойдём к нашему врагу, который... Решил поплавать в лаве? Ну, ладно, окей. В общем-то, как видите, наш противник решил сам сдаться, потому что он понял то, что у него нет никаких шансов. Катюша, здравствуйте, одним ударом вас... О, не скинули, подождите, я думал, я её скину с одного удара. Почему я её не скинул? Так, стоп, добиваем, отлично. Минус, Катюша, и там у нас... О, да, там целая битва титанов, это зелёный против серого. И какие у него крутые ресурсы, братишка, давай мы с тобой обменяемся. Иди сюда, кис-кис-кис, ко мне, давай подерёмся. Там ещё драка, боже мой, жёлтый всё, голубый, что там происходит? Смотрите, он готовится ко мне, хорошо. У меня сопротивление ещё на 25 секунд, быстрее, 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 ко мне, ко мне, ко мне. 20 секунд, окей, я должен успеть, я должен успеть, давай, он бежит ко мне, давай, скидывай в лаву. О, май гад, нет! Он меня убил, но он меня не скинул в лаву, он просто меня убил, видимо, у него был довольно острый нож. Ладно, мы не расстраиваемся, мы дадим им некоторую фору, чтобы они не подумали, что я читерю сегодня, да? Они же не знают, что мы для них готовим. Это, боже мой, ребят, это просто конфеты по сравнению с тем, что будет дальше. Ведь дальше, когда я напишу команду Тумка Хак, у меня откроется новая способность, и это сопротивление. Да, сопротивление к урону, как видите, у меня появилось сопротивление к урону на 58 секунд, и теперь я буду получать в два раза меньше урона от ударов. То есть я могу пойти спокойненько к Джиммису, так сказать, пожать ему руку, поздороваться, ударить его по плечу, и он такой, э, давай-ка я тебя тоже убью, он меня будет своим острым ножом бить, а я буду чувствовать, как будто бы, я не знаю, как будто бы он меня ущипнул или пощекотал. А, кстати говоря, он фаерболл меня убить пытается. Ладненько, у меня блоки закончились, поэтому, видимо, мне придется добыть блоки, которые я оставил ранее. Да, почему бы и нет, других блоков у меня нет, а домой идти слишком далеко, так сказать. Люди продолжают постепенно умирать, но, ребята, не торопитесь, потому что я для вас подготовил такое сегодня шоу, такой цирк, реально, что вам понравится. Так, хорошо, Джиммис, давайте пропаркурим или пропаркурим, как думаете, ребят, как вы думаете, я смогу туда пропаркурить? Итак, хорошо, попытаемся, так, попытаемся, хорошо, раз, два, эй, не, он только что закрыл, я только хотел прыгнуть, он все закрыл. Ладно, тогда добудем с вами один аккуратненько блок, и сделаем с вами прыжок мангуста. Хопа, прыжок мангуста сделан, отлично. Прыжок мангуста сделан, теперь убиваем его. Теперь убиваем у меня сопротивление к урону, но... О, я убил его, боже мой, у меня осталось 3 хп. Мое сопротивление к урону, кстати говоря, только что закончилось, представляете? Я дрался с ним на моменте, когда как раз-таки у меня оставалось 3 секунды до конца эффекта. Все, свариваем отсюда, потому что я немножко боюсь, да, прыжок мангуста, и отправляемся обратно к нам на базу. Кстати, тут возникла проблема, да, у меня блоков нет, чтобы вернуться к себе на базу, поэтому, видимо, я иду на центр. Давайте пока с вами посмотрим, что еще у меня есть такое в моем приватном чите. Прописываю команду Тунка Хак. И теперь дальше у нас имеются читы для передвижения. У нас имеются скоростные ботинки, невидимость и левитация. Давайте включим с вами невидимость и, внимание, теперь, да, меня никто не видит, я могу спокойно бегать и аккуратненько заторлить нашего оппонента. Он не знает, где я нахожусь. И самое интересное, что в один прекрасный момент, когда он решит куда-нибудь простроиться, или, например, Катюша, о, у меня ударили, меня случайным образом ударили. Меня просто задели своим кинжалом. Хорошо, смотрите, Деку максимально пытается убежать, он понимает, что что-то происходит, он понимает, что за ним кто-то охотится, и аккуратненько я могу скинуть его в бездну. О, боже мой, боже мой, боже, я просто кибербуллер какой-то, я чувствую себя реально кибербуллером. Они, наверное, думают, что там зелень невидимости сижу. Не-не-не, ребята, не зелень невидимости, всё гораздо лучше. Так, зелёный у нас жив, зелёный жив, и его команда тоже, у меня ещё 10 секунд невидимости. И давайте, за последние 10 секунд попытаемся что-нибудь сделать. Так, 3, 2, 1, скинем, последние секунды, давай-давай-давай, быстренько, 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 о, боже мой. О, нет, он меня тоже скинул, у меня пол хп. О, май гад, это было, это было очень близко. Ладно, я убил его, он меня тоже убил, поэтому 1-1, как говорится. Ну и как раз-таки, знаете, я искал повод вернуться к себе на базу, это как раз-таки тот самый повод, тот самый момент. Хорошо, берём себе новое оружие, новые блоки, и прописываем команду Тумка Хак. Итак, дальше у нас имеется невидимость левитации. Если я включу левитацию, как вы, наверное, понимаете, я начинаю летать. Да, летать я не в вечность буду, а целых 6 секунд, и это позволяет мне передвигаться, ну, скажем так, подняться блоков на 7-8 повыше. Главное потом аккуратненько медленно и плавно приземлиться вниз, так, чтобы не умереть. Как видите, я очень плавно приземляюсь вниз, и это помогает мне не умирать. Например, я застрел здесь, и смотрите, никто не может попасть ко мне на базу, да? Но я могу, потому что, используя мою левитацию, я могу спокойно перелететь любое расстояние, и без постройки достроиться до любой территории. А самое лучшее в этом всём, что я буду максимально плавно спускаться вниз, прямо как птичка. Смотрите, максимально плавно, да, главное, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. О, май гад, я только что чуть... Боже мой, это было очень жёстко. Окей, к нам бежит Саня, к нам бежит Саня. Нифига себе, ты сбоб-строитель. Я так не умею, Санёк, научи меня тоже. Ё-моё, шо он там делает? Ты тарзан какой-то так, хорошо, хорошо, хорошо. Я, ребята, отсюда сваливаю, давайте, юзаю невидимость. И вместе с ней, как комбинация, юзаю левитацию. Всё, аккуратнее, как к нему поднимаемся теперь на дерево. О, боже мой, вот этого, что-что, но этого он точно не будет никогда... Боже мой, что он делает? Как он так строится? Мне одному показалось, если он только что строился абсолютно без шифта. Окей, это выглядело так, как будто бы я не один читер в этой игре с Саней, если что. Я тебя попозже вызову на проверку на читы. Ладненько, аккуратненько, сами строимся на центр. И опа, она тут у нас, Катюша. Катюша, здравствуйте! О, боже, опа, боже, 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 Катя, прости. Боже, Катя, прости! Мне стыдно, это очень, мне очень стыдно за то, что только что сделал. Она говорит, эм, чего? Боже, это было очень-очень некрасиво с моей стороны, мне так жалко её. Если бы мне так сделали, я бы уже, наверное, один из двух мониторов выбросил в окно, а второй и сломал бы сразу. Боже, прости, Катя, ладно, я постараюсь сдержаться в следующий раз, я не буду Катя так делать, потому что Катя сегодня просто у нас жертва. Скинули раз, скинули два, и давайте прописать Тумка Хак. Следующий чит, который у меня имеется, это читы для вычисления игроков. Ребята, вот это самое для меня лично интересное. Как только я нажимаю на это, у меня появляется свечение, запуск фейерверков и луч. Внимание, как только я выбираю свечение, сразу же все игроки на этой арене начинают подсвечиваться, но почему-то сейчас они не подсвечиваются. По всей видимости, мне нужно подойти немножко поближе. Да, смотрите, они все подсвечиваются. Я могу находить каждого игрока, я знаю всех местоположений. То есть, смотрите, нажимаю свечение, и вуаля, я вижу всех, где бы они ни были. Ну, давай-давай, беги ко мне, беги ко мне, красавчик, беги ко мне, красавец. Я тебя скидываю вниз или не скидываю? Давай-давай-давай, отлично-ка мы его скинули, просто улетел как птичка. Так, ещё у нас имеется Катя. Оставим Катю, так сказать, а сами отправимся убивать синего, а это хакер аноним. Итак, у него имеется прыгучесть, нифига, ты Халк, ё-моё. Так, ну смотрите, я не могу к нему... О, он из камней на базу, быстрее, 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 не видимо, быстрее, стой, стой, стой. Фастом юзаем левитацию, быстрее летим к нему, боже мой, он может сломать мне кровать. Он может сломать мне кровать, что он делает? Он заспавил чешуниц, зачем? Зачем ты заспавил чешуниц, окей, ребята, надо его убить. Надо его обязательно убить, скидывай его вниз. Не-не-не, сваливай с моей базы, сваливай с моей базы, зараза, всё, он уходит, он уходит. Отлично, ребята, мы его спугнули. Всё, спугнули бандита, всё, беги на все три стороны, понял? Фух, окей, более-менее всё спокойно. Кроватка вроде моя цела, всё, хорошо. Давайте застроим её, не знаю, шерстью, хотя бы так, для виду, для фэн-шуя, так сказать. Ну и пойдём дальше, ребята, и пропишем с вами команду Тумка Хак. Следующее, что у меня имеется, это запуск фейерверков. Не знаю, для меня лично это самая крутая штука. Как только я её нажимаю, сразу же вокруг всех игроков начинают появляться фейерверки, которые тоже палят на их местоположение. Это примерно как свечение, и Александр такой, аааа, Новый год ещё не наступил, а уже фейерверки пускают, что произошло? Ну, ладненько, давайте с вами быстренько запустим несколько фейерверков в наших оппонентов. Для этого мы просто зайдём в Тумка Хак, пропишем читы для вычисления, нажмём на фейерверки. Итак, где у нас фейерверки? Ага, вон они, наши противники. Но теперь мы знаем, что там находятся два игрока. Максимально удобная, ребята, штука вообще просто, не спорю. Давайте купим хотя бы что-нибудь за наше золото, ибо не просто же так я собирал мои ресурсы. Так, крыса, это не год крысы, что ты ко мне лезешь? Уйди отсюда! Всё, закупаемся, значит, чем? Закупаемся, наверное, фаерболами, крысами, я не знаю, чем ещё, золотыми яблоками, и вроде как у нас и так всё имеется, камон! У нас имеется приватный чит Тумка Хак, что нам ещё нужно для счастья? Ничего. Команд с каждой секундой всё меньше и меньше. Итак, нашего Джимиса убили, а нет, нашего Джимиса ещё не сломали, так. А чё это он наш сосед, а мы его ещё не убили, это как-то странно. Как-то на меня не похоже, да, Джимис? Поэтому прямо сейчас заходим ещё в вычисление игроков, не-не, не вычисление, заходим в левитацию и левитируем. Нет, стой, моя левитация сломалась! Стой! Нееее! Ребята, мне только что попались бракованные читы, которые не сработали. Я не знаю почему, я не знаю почему, что с моими читами не так? Их крякнули, взломали, почему они сломались? Саня, читер, говорят, в чате. Ну ладно, давайте, да, давайте напишем, я согласен. Всё, уберём, так сказать, все сомнения в нашу сторону. Саня, что ты там делаешь? Почему Саня строится так, как будто бы он строится всю свою жизнь? Давайте включим уникальные читы и выберем антипадение для того, чтобы зайти в передвижение, выбрать левитацию. Я, так, ты куда идёшь? Куда идёшь? Ну-ка, скидываем в бездну, боже мой, как эпично я его скинул! Это было очень эпично, просто одним ударом в голову и всё, это был коронный. Я могу, ребята, сейчас, знаете, что сделать? Я могу включить левитацию, начать левитировать, аккуратненько. Я, стоп, почему я начинаю падать? Ребята, что-то с моей левитацией не так, мне кажется. Мне кто-то сломал мои читы, моя левитация перестала действовать. Это как-то попахивает подозрительными действиями. Что это такое? Почему моя левитация перестаёт вдруг работать? Ладненько, очень странное поведение, но давайте посмотрим, что ещё здесь имеется. У меня имеются, помимо вычислений игроков, хотя, кстати говоря, мы луч ещё, кстати, не испробовали, и, кажется, луч у нас не работает. Ну, ничего, луч оставим на следующий раз, а пока что мы с вами используем уникальные читы. В уникальных читах, ребята, у нас имеется антипадение, благодаря которому, как вы наверняка уже поняли, я могу с огромной высоты падать вниз, и мне будет абсолютно хоть бы хны. Поэтому прямо сейчас мы вернёмся к нам обратно на базу, закупимся быстренько блоками, и полетим устраивать тактики, которые взорвут просто все базы в этой игре. И... причём в переносном и... в прямом смысле. Итак, ребята, я пришёл к Джимису, и посмотрите, какая у него тут база. Ты что, решил построить тут целый дом в облаках? Ладненько, строимся аккуратно к нему блоками, потому что, ну, он же не знает, наверное, что у меня есть чит, которым я могу просто упасть миллиард блоков высоты, и мне будет хоть бы что. Аккуратненько строимся на максимальной самой высоты, главное, чтобы не забагало случайно Майнкрафт, и не скинуло меня в самый низ. Вроде пока всё нормально, мы на 93-й высоте, и судя по Майнкрафту, мы можем добраться до 256-й. Нам это делать, разумеется, бессмысленно, но, смотрите, у меня имеется тактика. Сейчас я выжидаю Джимиса, который, смотрите, он так смотрит на меня и думает, блин, Тумка, наверное, буду к тебе подниматься сейчас, или не буду подниматься? Что он делает? Смотрите, он же с ума сходит. Ладно, мы заходим в Тумка-хак, заходим в уникальные читы антипадения, включаем или выключаем. Слушайте, а я его сейчас выключил или включил? Я, кстати говоря, не знаю, реально, выключил или включил. Давайте попробуем прыгнуть с высоты и проверить. Так, раз, эээ, так, сейчас я его явно выключил. Получается, что сейчас, наверное, я его включил? Или он у меня не работает? Так, стоп, эээ, о май гад, мой чит почему-то не работает? Что это за человек за меня? Не понял, не понял, вы что такое делаете тут? Дорогой, вы что забыли у меня? Ну-ка, давай, до свидания, как говорится. Динамит свой взял. Слушай, ну ты можешь пойти сломать другую базу, пока я пойду быстренько убивать Джимми за сзади, скину его вниз, давай, 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 давай. Отлично, скинули его в бездну, так, окей, он упал. Ну, не в бездну, конечно, скинули, но скинули. Так, а теперь надо сломать его, когда... Нифига ты тут форт построил, ё-моё, где твоя кровать вообще? Как вообще найти его базу здесь? Тут вообще ничего не подня... Ага, она где-то там, где-то там замурована. Нифига себе, он застроился. Тогда заходим в наши читы и смотрим, что нам здесь может понадобиться. Читы для сражения, так, сопротивление, окей. Сопротивление мне явно поможет, золотое яблоко мне тоже поможет. И я слышал какие-то удары, ага, я слышал падение Александра. Как говорится, если Александр не идёт ко мне, то я иду к Александру, поэтому мы вязаем левитацию и подбираемся к нему всё ближе и ближе. Давай, давай, опа, ударили на разок. Так, аккуратненько, ещё раз угадарили, ещё раз угадарили. Нет, он убил меня. О май гад, окей, это было эпично. Кстати говоря, у всех сломаны кровати, кроме меня, и мы остались втроём. Я, Катя и Александр. Окей, опасно, Катя, говорят, бежит, нифига себе, зайчик. Попрыгунчик, зайчик, попрыгунчик. Опа, на, не упади только, ладно? Или наоборот упади. В общем, в любом случае, нифига тут вы настроили. Что, что, что вы тут устроили, что вы тут устроили, ребята? А ну-ка, до свидания, ну-ка, до свидания. Не-не-не-не-не-не-не-не, мне это не нравится, мне это не нравится, быстренько. Юзаем сами левитацию. И подбираемся, подбираемся поближе к Саше. Давай, Саша, Саня, сюда. Блин, ну почему моя левитация в последнее время хромает? Я не понимаю. Это очень странно, но моя левитация иногда работает, иногда не работает. Я начинаю немножко волноваться за неё. Читы какие-то бракованные, ё-моё, что не так? Мою кровать сейчас взорвут с секунды на секунду. Ну-ка, давай, Катя, сюда. Катю убиваем, Саня. Тихо, тихо, отлично, Катю убили. Кроватку застраиваем, тихо, тихо, застроили кроватку, всё в порядке. Так, а где Александр? Александр прямо над моей базой. Так, Александр, пожалуйста, уйди отсюда. Ты как вампир должен быть, я тебя в гости не приглашал, поэтому уходи. Что он делает, он мне ресурсы выбрасывает, ты меня троллишь тогда? Ну давай, давай подерёмся, давай подерёмся. Хаваем золотой яблочко, так. Я готов, шутка, я не готов. Я беру фаерболы в руки и постараюсь сейчас аккуратненько его убить. Давай, раз фаербол по лицу, два фаерболы. Это фаерболы какие-то тоже бракованные. Что за бракованный день сегодня такой? Я остался один на один против Сани. Кстати говоря, у нас с обоих с ним есть кровать, окей. Это будет опасно. Слушайте, а что, если я сейчас убегу от него? Смотрите, ребята, я сейчас от него убегаю, потому что мне страшно. Захожу в ТомКХ, использую невидимость, и он думает, что я куда-то убежал. А я обратно возвращаюсь на базу и скидываю его вниз. Боже мой, боже мой, почему моя невидимость работала всего лишь на одну секунду? Что это такое было только что? Нееет. О май гад, ребята, мне кажется, или под конец игры мои читы сломались. Никогда не играйте с читами, друзья, никогда не играйте с читами. Потому что эти читы, они реально могут не только помочь вашей игре, но еще и помешать ей. Причем не только себе, но и вашим врагам. Если что, разумеется, я никого не провоцирую играть с читами. И вообще, это не читы, а датапак. И вообще, Александр, ты не птичка, почему ты летаешь? Ладно, минус Александр, как говорится, осталось теперь только сломать его кроватку. Но у меня даже не имеется для этого кирки. Поэтому как именно это делать, пока не знаю. Итак, друзья, спустя некоторое время я вижу, как уже наш друг Саня готовится к нам идти. Но самое интересное, я вам обещал в самом начале этого ролика, что в конце ролика будет сюрприз. Так вот, друзья, пришло время показать вам данный сюрприз. Я прописываю команду Тумка Хак, захожу в уникальные читы и использую выдачу Бэдрока. Да, это самый уникальный чит, который я подготовил для себя. В первую очередь, этот чит, разумеется, полезен для Бэдвардса. Ну и в принципе, можно и в другие немножко режимы его использовать. Но мы сейчас используем так аккуратно, чтобы никто ничего не заподозрил. Чтобы я такой поставил Бэдрок, сразу заделал это деревом. И все, Саня только придет уверенный в себе, сейчас я пойду его убивать. Сейчас я пойду, наверное, Тумчанского унижать. Да, он скажет? Ну, в мечтах, как говорится. Аккуратненько ломаем еще эти блоки. Так, быстренько, быстренько, главное вовремя заменить все это на доски, чтобы Саня не успела обратить внимание, что у меня Бэдрок. Так, где он там вообще? Окей, он где-то далеко. Быстренько ставим Бэдрок, закрываем все досочками, закрываем все шерстью. И остались последние два верхних блока. Боже мой, я хочу увидеть реакцию человека, который придет и увидит такой Бэдрок тут. Ну все, смотрите, вроде как все более-менее беспалевно. Самая обыкновенная база. Ну а теперь быстренько закрываемся. Стоп, о, о май гад, он прямо над моей базой. Каким образом? Я даже не знал, что он здесь находится. Ну а, ну а, у меня там Бэдрок, брат. У меня там Бэдрок, я же обещал бонус в этом ролике. Используем с вами быстренько Тумка Хак. Заходим быстренько в левитацию. Выбираем быстренько невидимость и все. И теперь мы можем просто аккуратненько к нему так примчаться, прилететь. Как говорится, ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Надо аккуратненько, боже, хватит левитация. Спустите меня на землю, уже левитация какая-то бесконечная. Теперь нужно быстренько побежать его ломать. Поэтому давайте быстренько скушаем это золото яблоко. И капец-то читерский выпуск. Это самая читерская моя игра в Бэдварсе в моей жизни. Мне кажется, обычные настоящие читы, которые нужно скачивать, не такие даже читерные, потому что тут отдается реальный Бэдрок. Камон. Саня говорит, я тебя понял. Сейчас он будет принять секретное оружие. Смотрите, возьмет базуку из сундука. И начнет у меня стрелять огнестрельным оружием каким-нибудь. Или просто возьму и убью Саню. Ну, такой вариант тоже здесь, разумеется, приветствуется. Раз, два, три, четыре, пять. И Саня падает опять. В натуре упал Саня. Все, быстренько ломаем его кроватку. Ну, осталось ломать один блок. Это победа, ребята. С каждой секунды все ближе и ближе к кроватку. Мы его взломаем. И теперь нужно аккуратненько его убить. Я стану невидимым, чтобы он не знал, где я нахожусь. И теперь давай поиграем в прятки. Давай, Саня, поищи. Эй, куда ты побежал? Куда ты, Саня, побежал? Скидывал. Нифига себе, как он телепортировался. Он телепортировался ровно в тот момент, когда я хотел его скинуть в бездну. Окей, он пытается меня найти. Он пытается меня найти. Я бегаю вокруг, давай, давай, найди меня. Оп, один дар сделали, сразу же спрятались. Йо, май гад, теперь я видимо. Не, не, теперь я видимо. Стоп, ааа, я выиграл. О май гад. Нет, вот это был эпик. Вот это был реальный эпик. Томка читер, Томка читер, говорят. Ребята, ну, боже мой, да, это было читерно. Я согласен. Можете назвать меня читером в комментариях, потому что это было жестко. Разумеется, я не буду сливать данные читы, а то будете сейчас все у меня с читами играть. Не, 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 ребята, с читами играть это плохо. Сказал Томка, который только что играл с читами. В общем-то, если вам понравился этот ролик, то обязательно ставьте ему лайки, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте про мой мерч, который вы прямо сейчас можете приобрести по ссылочке в описании. Ну и всем спасибо, всем пока-пока.